Сегодня в России отмечают день самого народного инструмента – балалайки. Впервые она упоминается в документе от 23 июня 1688 года. В нем говорится о двух крестьянах, которых задержали за игру на балалайках. В те времена это было запрещено. О том, какие произведения сегодня исполняют барнаульские музыканты, в нашем следующем сюжете. Так, однажды звуки дождя услышал Евгений Бабушкин и написал произведение «Капли». Взял в руки балалайку в 9 лет, играл народную классическую музыку. А потом дело дошло до экспериментов. «Папури» на современные мелодии, которые на слуху. У меня была мелодия из «Бригады», из «Ноки», «Мортал Комбат», всякие такие. Ну, потом уже не какие-то… Ну, есть произведения, но такое психоделическое, скажем. С записью бывают вообще сложности, потому что я начинаю записывать и понимаю, что это как-то не вписывается ни в размер, ни в тональность. Своё отношение не только к музыке, но и к самой балалайке. Евгений говорит, с инструментом нужно быть одним целым. Вот эти струны я заматываю вот так вот. Потому что когда на струну ставишь, они в разные стороны торчат, мешаются. Я вот придумал такой способ заматывания, и вот эти усики торчат, и я называю это «Капитан Калабрат». Играть на балалайке Евгений начал неспроста. Вся семья бабушкиных музыкальная. Мама, папа, три брата и две сестры – это ансамбль «Час да по часу». Постоянно участники городских и краевых праздников. В этом году Евгений закончил Алтайский государственный музыкальный колледж. То, что свою жизнь свяжет с музыкой, решил уже давно. А вот кем именно хочет стать, еще не определился. Возможно, педагогом, а может продолжить семейное дело. И будет играть в ансамбле. Елена Заздравных, Ван Сухасыр, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok